У этой экзотической черепахи пока нет официального имени. В экопарке её временно называют Wi-Fi. Говорят, такое имя предложил кто-то из посетителей, а потом подхватили и сотрудники. Несмотря на то, что у рептилий две головы, они редко тянут друг друга в разные стороны. Часто как бы договариваются между собой и идут в одном направлении. Привезли новую обитательницу месяц назад из Казахстана. Специалисты утверждают, такие двуглавые особи встречаются крайне редко. Они очень-очень редко бывают. Такой экземпляр-то бывает раз в 25 лет, 30 лет. Ну, в зависимости от того, где она ещё содержалась. Ну, от условий, там же генетика, всё зависит от этого. В террариуме, где находится необычная обитательница, поддерживают температуру не ниже 28 градусов, так как она очень чувствительна к малейшему переохлаждению. На прогулке на свежем воздухе черепаху выносят только в особо жаркие дни. Также для неё подбирают особое питание и круглосуточно следят за состоянием здоровья, поскольку у двуголовой особи немного ослаблен иммунитет. Специалисты говорят, всё из-за необычного строения организма. У неё два сердечка, один желудок. То есть, все органы грудной полости у неё раздельные на две личности, брюшной и половой системы на одного. На данный момент черепахе около 8 лет. При хороших условиях такой вид может прожить и 11. Однако, потомство, говорят в экопарке, от неё ожидать не стоит. Из-за особой мутации шансы на то, что у двуглавой обитательницы появятся наследники, равны нулю. Лариса Говина, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова